Трудом и талантом глава государства вручил сегодня высокие государственные награды. Их удостоены четыре десятки человек. Это люди самых разных возрастов и профессий. Военнослужащие и ученые, деятели искусства и труженики села, медики и госслужащие, учителя и спортсмены. Такие церемонии уже стали традиционными. Сегодняшняя прошла в преддверии нашего главного праздника, Дня независимости Беларуси. Екатерина Жулянина о героях нашего времени. Одна вот эта установка заменяет целую кочевую. Это новый принцип, благодаря которому можно очень эффективно использовать топливо. А вот еще одна разработка. Представляете, без затрат внешней электроэнергии только за счет солнца вырабатывается холод. Таких установок пока нигде еще нет. Это Брестский технический государственный университет. Профессор Виталий Северянин. Дело его жизни – энергоресурсы. Одна из главных задач современной экономики. При минимальных затратах – максимальный эффект. Дешевая энергетика – это и всевозможные тарифы, и себестоимость белорусской продукции. Так что значимость таких разработок переоценить трудно. Мне часто говорят, ну вот ты все рассказываешь, что тебя украдут идеи. Я говорю, хорошо, пусть крадут. Это значит нужна кому-то идея. Пусть крадут. Профессор Виталий Северянин из Бреста сегодня приехал в столицу. Во Дворце независимости перед главным праздником страны собираются заслуженные люди Беларуси. На вручение государственных наград. Церемония традиционная и отрепетирована до мелочей. Но каждый раз волнительная и по-особому торжественная. Даже для тех, кто по долгу службы привык и к встречам на самом высоком уровне, и к мероприятиям государственной важности. Сегодня в зале, где вот-вот начнется церемония, вице-премьер Михаил Руссый. О сельском хозяйстве страны он знает буквально все. Путь от агронома до министра. Он и сейчас в правительстве курирует АПК. Многие задачи отрасли выполнены. Но сегодня по горячим следам Народного веча разговор о будущих. 115% мы ставим себе темп прироста села за пятилетку. Но самое главное может не столько это, а задача заработать достаточно валюты. То есть 7,5 миллиардов долларов нам поставлена задача на 2020 год реализовать продукции сельского хозяйства на экспорт. При рентабельности производства 10%. Информация – главное оружие 21 века. Вооружившись словом по последнему слову техники, новые технологические высоты готова брать и белорусская журналистика. Среди награжденных орденом почета министр информации Лилия Ананич. Национальное информационное пространство должно быть сильным. Белорусская журналистика должна быть честной и открытой. Мы должны быть конкурентоспособными. И вот то, что в стране одна из первых, наша страна стала работать в условиях цифрового телевидения на постсоветском пространстве. То, что мы сегодня демонстрируем успехи нашей страны, это говорит о силе белорусского народа и национального информационного пространства в том числе. Анатолий Русецкий – заместитель председателя Верхней Палаты Белорусского парламента. Владимир Дворник – глава Гомельского исполкома. Среди тех, кто в преддверии главного праздника страны получил свои заслуженные награды и государственные служащие, и представители самых разных профессий. Несмотря на различия в избранном жизненном пути, всем вам присущи такие замечательные качества, как патриотизм, преданность делу, профессиональное мастерство и целеустремленность. Приятно смотреть на людей, блестяще зарекомендовавших себя в своей профессии, которые хотят, чтобы наше государство крепло развивалось быстрыми темпами. Я уверен, что каждый человек, сидящий в этом зале, успешно состоявшаяся личность. В жизни государства нет второстепенных сфер. Укрепление обороноспособности, безопасности, развитие отраслей экономики, образования, науки, культуры, спорта, решения вопросов социальной защиты – все это вместе формирует благополучие нашего государства. Заслуженные награды получают сегодня представители вооруженных сил, МЧС, прокуратуры, органов внутренних дел. В апреле нынешнего года Беларусь отметила скорбную дату – 30-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской станции. Перед лицом общенационального бедствия наш народ проявил истинный героизм. Люди, которые приняли самое активное участие в ликвидации последствий аварии и возвращении к нормальной жизни пострадавших территорий, сегодня также получают государственные награды. Геннадий Карецкий как раз возглавляет Международную общественную организацию, которая помогает детям Чернобыля. Годы благотворительной деятельности. Более 130 тысяч детей отправлены на оздоровление, в том числе и в Италию. Сегодня только мы направляем в Италию 350 детей. Это гуманитарная помощь, то, с чего начинали. Ну, а сейчас это обмены и стажировки врачей, спортсменов молодых. Сегодня продолжаем мы работать с детьми, с юношеством. Это культурные обмены. Всего четыре десятка человек. Многие из них раньше никогда не встречались, но каждый вносил на своем месте вклад в общее дело. Развивая белорусскую медицину, науку, образование. Теплых слов заслуживают присутствующие здесь труженики производственных отраслей. Именно они создают ту прочную базу, которая необходима для укрепления нашей экономики. В числе награжденных директора предприятий «Гранит», птицефабрики «Победа». В сложнейших условиях эти способные организаторы производства смогли не только удержать на плаву свои предприятия, но и вывести их на передовые рубежи. Устремленность завтрашний день отличает получающих награды представителей науки и образования. Примечательно, что в год культуры в этом зале присутствуют творческие люди. Это артисты, писатели, представители других творческих профессий. Особенно радует белорусское театральное искусство. Почетными званиями отмечены актеры Национального академического Большого театра оперы и балета. Дорогие друзья, перед нашей страной стоят очень ответственные задачи, которые мы недавно обсуждали на Всебелорусском народном собрании. И от жизненной позиции каждого от вас напряженного труда зависит, то решим мы эти задачи или нет. Но вас я хочу поблагодарить за плодотворный труд, за служение интересам Отечества. Поздравляю еще раз вас с Днем независимости нашей страны и с этими высокими наградами. Среди награжденных по традиции и люди в погонах. Именно они стоят на страже мира и безопасности в независимой Беларуси. Мы, люди в погонах, никому и никогда не позволим нарушить это спокойствие. Никому и никогда не позволим разговаривать с Беларусью с позицией силы. Диктовать нам условия, посягать на конституционный строй, независимость и суверенитет нашей Родины. Под вашим руководством, товарищ главнокомандующий, мы обеспечивали и обеспечим мир на белорусской земле. Как главное условие сильной и развивающейся и процветающей Беларуси. Новые награды и новые победы, суеверные спортсмены, особенно в преддверии Олимпиады, на эти темы предпочитают не говорить. Но в том, что большого белорусского спорта, большое будущее, не сомневаются. Среди получивших государственную награду сегодня наша именитая легкоатлетка Марина Арзамасова. Сейчас время такое, когда все стремятся быть лучше, красивее, сильнее, умнее, быстрее. Поэтому спорт в нашей стране в том числе будет развиваться. От будущих побед каждого белоруса на своем поприще зависит общий успех страны. А традиция чествовать лучших из лучших обязательно будет продолжена. Екатерина Желянина, Валерий Науменко, Илья Пучко, Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ.